А сейчас об этих и других событиях более подробно. В России вступили в силу новые правила сдачи водительских экзаменов. Теперь количество допустимых во время практики ошибок увеличено с 5 до 7, но в то же время после третьей неудачной попытки сдать на права, пересдачу назначат курсанту не ранее, чем через полгода. Также расширен список тех, кого вообще могут не допустить к экзамену. Об этих и других важных нововведениях в сюжете Евгении Солохудиновой. У кабинета для сдачи теоретической части экзаменов ГИБДД кандидаты в водители заметно волнуются. Все они пришли сюда повторно. И сейчас самая главная задача для них – успешно пройти испытания. Сдаю второй раз, на пересдачу пришла. Сейчас хочу узнать о новых правилах тоже. Курсанты автошкол переживают не случайно. С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи водительских экзаменов. Теперь после третьей неудачной попытки пересдачу назначат только через полгода. До поправок теорию можно было пересдать через 7-30 дней, а вождение – через 7-60 дней. Все, встала. Инструкторы автошколы, сами курсанты подобные нововведения встретили без энтузиазма. Наставники будущих водителей выражают сомнения. Вряд ли такая мера окажется эффективной. Кто готовится, сможет сдать и через месяц. Я думаю, что полгода они всё равно каждый день заниматься не будут. Срок растянут для чего-то. Ну, непонятно. Он не нужен такой срок. Достаточно, я думаю, вот этих было 10-15 дней и всё. Другие нововведения вызвали меньше вопросов. К примеру, новый регламент увеличил количество штрафных баллов, которые можно получить в процессе сдачи практики с 5 до 7. Также упрощены некоторые упражнения. Например, расширен коридор для разворота в ограниченном пространстве. Александр Иванов к новости о положительных изменениях отнёсся спокойно. Да, они дают возможность для совершения незначительных ошибок. Но важно быть уверенным в себе, на все сто и только тогда всё получится. Сегодня он с первой попытки сдал теорию. Не сомневается, что и остальные испытания пройдёт успешно. Учили всю зиму в морозы, поэтому инструктора молодцы. Как пазл, да, вот кирпичики свои вставляли, вставляли. То есть знания давали и по теории, и по вождению. Поэтому уверенность есть, конечно, есть, она должна быть. Ещё одно новшество. В процессе сдачи экзамена инспектор ДПС теперь может находиться только на заднем сидении, а на переднем пассажирском – инструктор. Важное условие – при этом дополнительные педали в учебном авто должны быть оснащены световой и звуковой сигнализацией, чтобы инструктор не мог помочь курсанту. Также с 1 апреля практический экзамен на получение водительских прав категории А проводится по изменённому регламенту. При сдаче практической части экзамена на категории А на мотоцикле добавлено проезд по колейной доске. Исключили парковку задним ходом мотоцикла. С 1 апреля расширен список тех, кто может оказаться вообще недопущенным к экзамену. Его пополнили кандидаты, которые уклоняются от визита в военкомат, и обладатели просроченных документов. Также изменён подход по определению высшей категории вождения. Первая у нас наивысшая категория является категория СЕ. Она является наивысшей по отношению к другим категориям. Но если у гражданина есть категория СЕ, и есть у него категория Б, менее 12 месяцев, то получается БЕ у него уже признаётся автоматическим, у него открывается категория. Придёт он к нам на замену водительского удостоверения, у него будет категория СЕ. Если в медицинском заключении будет стоять категория БЕ разрешённая уже, то мы им автоматически откроем категорию БЕ. Упрощены с начала апреля процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений категорий А и Б. Теперь иностранцам будет достаточно успешно сдать только теоретический экзамен. А для обмена национальных прав на управление автобусами и грузовыми автомобилями сдать придётся и теорию, и практику. Важно отметить, требования не распространяются в отношении граждан государств, где русский язык на законодательном уровне используется в качестве национального. Отметим, иностранные водительские удостоверения будут признаны недействительными по истечению года, с момента, как их владелец получил вид на жительство или гражданство России.